Привет, друзья! С вами Оксана. Сегодня я решила показать вам свои новинки, которые сделала в апреле. Часть из них была с Алиэкспресс, поэтому, естественно, они были сделаны чуть раньше и пришли в апреле. Часть из них была сделана в магазинах. Ну, в общем, не знаю даже, каким образом разделить. Наверное, как бы отделю Алиэкспресс от обычных магазинов таким чертой, скажем так. Вот, поэтому начнем с самого любимого многими магазина. Это Фикс Прайс. Покупала сыну вот такой вот блокнотик для зарисовок. Он у меня все-таки в художку ходит, ему такое нужно. Я решила, ну, почему вы не купите себе тоже. Там, в общем, хороший такой выбор и обложек. Странички, они не прям такие толстые или как-то слишком тонкие, такие вот средние. И мне нравится, что они такого кремового цвета, то есть не чисто белого, а именно такие кремовые. В общем, довольно-таки классный вариант. Это из Фикс Прайса. По-моему, из Фикс Прайса больше сегодня ничего нету. Все остальное либо из магазинов обычных канцелярских, либо с Алиэкспресс. И вот, в частности, две таких покупочки с обычного магазина канцелярского. Это гелевая ручка и вот такой вот, как его называется, масляный маркер. В общем, как-то так он называется. Вот, мои ручки, у меня были до этого ручки гелевые, белые, но почему-то они вообще стали плохо очень писать, поэтому я выкинула и новые купила. В общем, не знаю, со временем, наверное, у них там засоряется шарик вот этот их или что там у них, носик. Вот, в общем, практически ничего мне от них добиться было невозможно. Купила новый. Он, конечно, не фонтан, как пишет. Я знаю, что есть фирменные ручки дорогие, которые пишут вообще супер отлично. Но это тоже такой неплохой вариант. То есть, как бы, написать что-либо им тоже возможно. Ну, хоть и не идеально, он всегда выдает вот этот свой, вот эту красочку. Вот. И второй, оно как бы сделано было в одном магазине, поэтому их так в паре показывают. Мне нужен был белый маркер. И, в общем-то, наверное, других белых маркеров не найти, кроме как вот такой вот. Он заправлен, я так не подозреваю, либо какой-то масляной краской, либо акриловой краской. В общем, точно не знаю. То есть, если послушайте, там внутри какая-то штукенция находится, которая помогает эту краску взбалтывать, если она там осела, скажем так. Здесь вот такой вот носик, не знаю, как назвать. И чтобы начала краска выходить, надо на нее, как бы, на этот носик немножко надавить. Я сейчас не буду, потому что я запачкаю руки. Но он очень классно пишет. То есть, как бы, такая у него вот внутри краска очень, как сказать, прям такая вот белая и непрозрачная. Это очень выручает в некоторых моментах. Ну, можно сказать, что по типу замазки, но только в более удобной форме, в форме такого маркера. Вот, я даже уже подумываю о том, чтобы черный вариант, ну, черный маркер в таком же варианте купить, то есть в масляном варианте. Вот, очень даже классно. И еще кое-что, то, что было куплено не где-либо на сайте, а именно в магазине. Это вот такие наклейки. Не знаю, нарвалась я в магазине. Очень большой выбор там был этих наклеек. И, в общем, не смогла удержаться. Взяла целую кучу. На самом деле, потратила не так уж мало на них денег, потому что один листик, по-моему, да, вот написано 70 рублей. 70 рублей стоил, в общем, довольно прилично у меня получилось затратить на них. Ну, в общем, я не жалею, потому что мне такие наклейки всегда очень нравятся. Их очень классно использовать в открытках. К открыткам я тоже планирую вернуться. И вот, соответственно, такие наклеечки для открыток будут очень-очень шикарны, потому что здесь вот всякие бортики какие-либо. Здесь вот новогодняя тематика. Новогодняя тематика, на самом деле, моя самая любимая, поэтому я не могла пройти мимо них. Такие вот домики. Здесь такие какие-то листики, типа цветочков или что-то такое. В общем, такая растительная тематика. Еще один вариант бортиков. И еще один вариант, только уже, как видите, ну, точно такие же, как были первые, только что-то я не могу. Только, в общем-то, в серебряном цвете. Соответственно, немножко золотых, немножко серебряных. Здесь вот такие чашечки. Кофейные, чайные, пирожники, кофейные зерна. В общем, тоже классный вариант. Я думаю, что в какой-то из недель я это использую. И как, в общем-то, наверное, на те листики, которые там в золоте были. И у меня просто как бы по плану идет неделя с набором, неделя без набора, соответственно, какие-то свои наклейки я использую. И плюс мне нужны какие-то декоративные. И, соответственно, вот такие я думаю, что классно подойдут. Ну, и еще один наборчик именно на новогоднюю тематику с такими вот новогодними игрушками. Вот тут звезда, шары. Ну, и тоже, опять же, какие-то декоративные такие бортики, элементы. Вот, в общем, очень классные такие наклейки. Что за фирма? Производитель JJ Нидерланды. Поставщик Ars Hobby. В общем, не знаю я, где можно их отдельно как-то, какую-то ссылку я вам точно не дам, потому что я не знаю, я покупала в обычном магазине. Причем, это был, на самом деле, швейный магазин, у которого есть еще такой отделчик для творчества. И вот там вот это было, как-то мне даже удивительно было, но, в общем, я очень обрадовалась и взяла. Вот, и дальше приступаем уже к покупочкам с Алиэкспресс. Их было, может быть, и не так уж много, но, тем не менее, классные, мне нравятся. Вот эти вот даберы я уже показывала в своей, когда делала арт-страничку, арт-журнала. Кстати говоря, и этот маркер тоже там уже мелькнул, но, тем не менее. В общем, я купила на, ну как, на пробу. Взяла, на самом деле, три набора у меня, ой, три, два набора. У меня должно было прийти шесть штук, но пришло, вот, соответственно, один набор, три. Причем, денег мне так и не вернули, я не знаю, что там у них случилось. Я подавала на спор, но почему-то спор прошел против меня. В общем, сейчас какие-то новые правила на Алиэкспресс. Я хоть и снимала видео, как я открывала эту посылку, но там не было прям вот четко видно этот трек-номер, что это вот именно та посылка. Вот, и из-за этого мне ничего не вернули. Теперь я, как я, если посылки получаю и снимаю на видео, как я их открываю, в случае чего, если чтобы я могла подать на спор. Вот, я обязательно первым делом снимаю вот этот трек-номер, чтобы его было видно. Так что для вас тоже предупреждение, учитесь на моих ошибках, чтобы не было такого, чтобы вы остались и без товара, и без денег. Вот, на самом деле, даберы очень удобные. Вот, просто надела на пальчик, макая в, ну, как это, в подушечку с чернилами и перенося через трафарет или там еще каким-то образом. На самом деле, классно, удобно. Я думаю о том, чтобы купить побольше наборчик. Вот, но единственное, что их вот так вот хранить не очень удобно. То есть на Алиэкспресс есть наборы, которые продаются сразу уже в какой-то коробочке, где они удобненько так вставлены. И, в общем, просто, когда нужно попользоваться, вынимать. Я даже с этой целью их очистила, ну, просто влажной салфеткой хорошенечко прочистила, чтобы они у меня ничего вокруг не пачкали, потому что они, в общем, так вот у меня здесь на столе и стоят. Я не знаю, каким образом их мне прибрать, чтобы они мне не морали ничего, и не надо было каждый раз их чистить. Вот, ну, в общем, но вещь классная. Я думаю, что, может быть, попозже разорюсь на полный набор. Полный набор вот с коробочкой, по-моему, там не 40 ли штук вот этих вот даберов этих. Ну, в общем, пока что я решила обойтись вот этими тремя, но в дальнейшем, возможно, куплю и больше. Вот, дальше. Опять же, это было вот, ой, вот эти даберы были вместе вот с этими трафаретами от одного продавца. Продавец, прям скажем, неответственный, потому что мало того, что один набор даберов положил вместо двух, так еще и вот такой вот трафарет, не знаю, на моих руках, наверное, будет получше видно. Это я такой трафарет не заказывала, это мне пришел по ошибке. Вместо того, который я заказывал, он был с такими цветами, в общем, как это сказать? Ну, в общем, какая-то растительность на нем была. Но, как ни странно, именно за этот трафарет мне вернули деньги, а за дабер не вернули. Я не знаю, что там у них за политика такая странная. То есть, как бы, это все было в одной посылке от одного продавца, но, тем не менее, за это вернули, а за то не вернули. Вот, ну, в общем, вот такая вот у меня теперь такой трафарет, такой странный. Это, не знаю, на французском, наверное, что-то написано. В общем, я даже не знаю, что-то написано, может, что-то неприличное, а я вам показываю, но надеюсь, что нет. Вот, ну, по крайней мере, тут вот какао, что-то там, какао. Вот, не знаю, может быть, в каком-то, на какой-то арт-страничке чисто для фона, для какого-нибудь, какие-то буквы я, может быть, использую. Но вот так чисто, как бы, в каких-то других целях, ну, навряд ли, навряд ли я это что-то применю. Вот, и было несколько таких вот наборов небольших. Опять же, какие-то из них вы уже видели в моей последней арт-страничке. Это вот такие часики. Это я как раз использовала этот набор в последней арт-страничке. В общем, классный набор. Вот такие цифры. Единственное, как бы, у меня сожаление, скажем так, что все-таки вот эти вот, ну, размер их довольно-таки маленький, но, тем не менее, как фон, в принципе, тоже можно использовать. И вот эти вот я использовала, вы могли это видеть. Такие вот растеницы. Вот такой вот под дерево элемент. Я только надеюсь, что на моих руках все нормально видно. И вот такие кляксочки. Вот. Это такие трафаретики, которые я купила. Я говорю, что у меня сейчас какая-то такая пора на арт-журнал пришла. И всякие такие штучки мне захотелось именно для арт-журнала заказать. И есть еще три покупочки. Это три трафарета, которые я купила. Тоже, опять же, для арт-журнала. Первый – это вот такой вот трафарет с... Так, наверное, меньше бликовать будет. Хотя, может быть, и нет. Вот. Тут такая пчелиные соты. Да, тут просто какой-то абстрактный, так скажем, элемент. Единственное, что... Ну, вы, наверное, уже сами сталкивались не раз, что китайцы такие мастера фотографируют. Просто мастерские. Оно, на самом деле, сказалось мне большим по размеру. Причем, я не помню, было ли там написано... Были ли там написаны размеры или нет. Потому что, когда мне это пришло, и я захотела посмотреть, что там написано было. Потому что я удивилась, какой размер маленький. Вот. То продавец уже этот товар убрал. То есть, его уже нету. Соответственно, на него я ссылку, к сожалению, не смогу оставить. И если только, может быть, поищу у других продавцов, тогда, если что-то мне попадется, я тогда оставлю. Потому что, в принципе, такой трафаретик-то прикольный, классный. Вот. Ну, единственное, что... Не особо крупный. Вот. Тоже еще такой... Тоже мне не раз этот трафарет попадался на глаза. Но почему-то я его раньше как-то не хотела с ним связываться. Не знаю, в общем, не брала я его. Это, соответственно, сколько тут? Четыре таких вот круга. То есть, каждый круг в отдельности. И они как бы как с прострочкой такой. Как будто машинкой прострочены. Ну, на самом деле, кстати говоря, ни один из этих трафаретов я пока... Ой, трафаретов. Штампов я пока не пробовала. Поэтому не могу вам прям сказать, что да, классно или нет, не очень. То есть, как бы в какой-нибудь ближайшей работе арт-журнала, я думаю, что вы увидите. И все это будет уже непосредственно в работе, оцененной и вами, и мной. Но тем не менее, как на перспективу, интересные круги буду пользоваться. И еще один набор, тоже на самом деле классный. Я так немножечко вам шуршу, уж извиняйте. Вот он. Squirrels and Frogs. Интересно, почему это Squirrels and Frogs. Название белки и лягушки. В общем, белок и лягушек тут, как видите, не наблюдается. Единственное, что может быть, это название фирмы. Которые это производят. Но тем не менее, вот такие классные кактусы с такими, как это называется, горшочками. То есть, можно отдельно сделать в любой горшочек, посадить любой кактус. И будет, как мне кажется, вообще классно. В общем, довольно-таки классный набор. Мне нравится. Я, в общем, какую-нибудь арт-страничку тоже в будущем с этими трафаретиками. Ой, что я все их трафаретами называю? Все с этими штампами обязательно сделаю. Вот, классные наборчики. Все, что смогу оставить под ссылками под видео, обязательно сделаю. А так, в общем-то, вот они мои сегодняшние покупки. Три штампика, несколько трафаретов, наклейки. Ну, в общем, наклейки из магазина. Вот, вот, вот так вот я вам все разложу, покажу еще разочек, последний раз. И на этом с вами попрощаемся. Так, что я еще забыла? А, даберы я забыла. Еще вот так. Вот. Вот такой у меня комплект моих покупок. Кстати говоря, может быть, я еще покажу вам последнюю свою покупку. Вернее, она, наверное, из всех этих покупок пришла ко мне первая. Она совсем не относится к канцелярии, но, тем не менее, тоже классный вариант. Это картридер. У меня до этого был картридер. Что-то у него стало, в общем, там хандрить. Он стал очень медленно работать. Поэтому я решила, надо мне заказать. Здесь получается разъем для обычной стандартной карточки, как вот у меня фотоаппарат записывает. И здесь микрокарточка. Соответственно, два разъема. Но, на самом деле, очень классная вещь. Работает вообще отлично, быстро. И видите, как USB 3.0. Соответственно, скорость у него хорошая. 3.0 это уже как бы новая технология. Не знаю, как это. В общем, я особо в этом не разбираюсь. Но, тем не менее, вещь классная. Тоже на него оставлю ссылочку, потому что мне очень понравилось. Тоже вам рекомендую. Вот, на этом все. Если вам понравилось, не забывайте поставить свои пальчики вверх. Подписывайтесь и заглядывайте в инфобокс. Там оставлю все возможные, какие найду, ссылочки на Алиэкспресс. И жду ваших комментариев, если вам есть что сказать. Может быть. Так что, пока-пока. Новый вид совсем скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok